Доброе утро, дорогие друзья! Пятница, уже пятница, да? Снова перед нами шаббат, и опять пролетела недельная глава шмот. Чему очень важно научиться в этой недельной главе? Очень важно быть радостным. Надо сначала понять, что мешает нам радоваться, что является причиной нашего постоянного беспокойства. Вообще причины можно разделить на две части. Материальные и духовные заботы. У каждого есть определенная грусть, забота, являющаяся результатом того, что мы пережили или переживаем. Беспокойство и часто озабоченность мешает нам радоваться. Но у некоторых есть действительно серьезные поводы. Недостаток средств, проблемы со здоровьем и так далее и тому подобное. Но сказана очень важная вещь, что любое служение в любой ситуации без радости не принимается. Нам объяснили, что да, проблемы есть, но их нельзя решить без улыбки, без хорошего настроения, без хорошего душевного настроя. Это просто невозможно. Так монтировано вообще в канву жизни. Жизнь это постоянный диалог между человеком и Богом. Все, что с нами происходит, встроено в нашу жизнь, все, что мы с ним сталкиваемся, это своеобразный такой тренинг, данный индивидуально каждому из нас лично Всевышнему. В жизни много чего бывает и хорошего, бывают тревоги, заботы. Это испытательный полигон, а на полигоне не может быть совсем легко. Надо правильно относиться к проблемам, которые возникают, и что еще более важно, найти правильное место им в своей голове. Короткую историю расскажу. Один профессор зашел в американском университете, сидят люди, он поднял стакан вот так с чаем, высоко, чтобы убедиться, все видят, и спросил студентов, как вы думаете, сколько весит этот стакан? Ну, один говорит, там, 100 грамм, второй 50, там, 120. Чтобы знать, сколько весит стакан, сказал профессор, нужно поставить на весы. Но скажите мне другое, что случится, если я буду его держать вот так вот на протяжении нескольких минут? Да ничего, сказали студенты. А что, если я продолжу держать его три часа? Рука заболит, сказал один студент. Верно. А что будет, если я продолжу сутки? Не знаю, говорит, рука окаменеет, вы почувствуете огромное напряжение в мышцах, там, вашу руку парализует. Говорит, мало ли что, там еще начали высказывать мнение студенты. Очень хорошо, сказал профессор. Но скажите, пожалуйста, стакан в это время, вес стакана меняться будет? Говорит, нет. В таком случае, что же вызывает боли в руке и напряжение в мышцах? Студенты точно ответить не смогли. А что я должен сделать, чтобы избавиться от боли, сказал профессор. Отпустить стакан, сказал, опустить стакан студент. Точно, сказал профессор. Все проблемы нашей жизни подуманы тому, что здесь описано. Если будешь держать их в голове несколько минут, ничего страшного. Если будешь думать на них много времени, почувствуешь напряженность, страдания, продолжишь еще дольше держать их в голове, они будут тебя парализовывать. И ты будешь не в силах вообще что-то сделать. Важнейший здесь урок. Важно посвящать время, чтобы обдумать свои проблемы и испытания в жизни. Но еще важнее оставлять их в покое сразу после этого. Особенно, так сказать, не ходить с ними целый день. И возлагать, правда, все упования на Творца мира. Тогда проблемы твои, все проблемы, любые, да, будут сохранять свой реальный вес, и ты не будешь чувствовать давление на себя. Каждое утро ты будешь просыпаться свежим, сильным, чтобы иметь способность справиться с любым вызовом, который встретится на пути. Поэтому не забудьте опустить стакан сегодня, вот прямо сейчас поставить его. Поспробуем применить услышанное на практике. Это очень важно. Особенно удачно начать это в шаббат. Улыбнитесь и попробуйте. В наших книгах описана тайная формула настоящего богатства. Истинное богатство в том, чтобы целью жизни была радость, удовлетворенность тем, что удостоит тебя Творец. И понимание того, что ему невыгодно, человеку невыгодно иметь больше, чем дал ему Творец, потому что Творец знает, меньше или больше давать. Стремиться можно, работать над этим важно, но понимать это еще важнее. У каждого человека в душе есть любого человека богобоязненность. Но эта богобоязненность может быть теоретическая. Вот, например, человек иногда думает о Боге, собирается что-то сделать, но поведение его не меняется. Есть человек, который в пятницу делает кедуш вечером, а потом включает телевизор. То есть он признает, что есть Творец, и что надо слушаться. Но вот этот путь, соединяющий теорию и практику, у него поврежден, проводочек обрезан. Их надо восстанавливать. Не считать это неразрешивой проблемой, трагедией, но восстанавливать эту связь обовязково. Обязательно, как у нас говорят. Шаббат, к которому мы подходим, и к которому надо обязательно сказать два слова, он как святыня времени оказался более прочным, чем даже святыня в пространстве. Храм в Иерусалиме, все раструшено, ничего этого нет. А шаббат всегда был и есть, остается средством для облагораживания, освящения жизни, для, если хотите, просветления души. Если в течение шести дней человек как-то забывает об источнике своей силы, о хозяине мира, то в шаббат, он хочет или не хочет, потихонечку шаббат ему напоминает о Творце. Поэтому шаббат, шалом, хорошего дня, всего самого-самого лучшего, брахава, ацлаха, и давайте опустим стакан.